Добрый день! Я рад вас приветствовать на сегодняшнем нашем занятии. Меня зовут Сергей Владимирович, фамилия Дворин. Тема лекции «Что такое бифургации?». Я постараюсь на нескольких примерах показать, объяснить это интересное понятие. Но прежде чем перейти, собственно, к математике и механике, я напомню, что сегодня, 8 февраля, день российской науки. 290 лет назад Сенат Российский по поручению Петра I издал указ, которым основал Академию наук в России. Российская Академия наук прошла славный путь. Мы помним, знаем имена великих ученых Менделеева. Так что я с удовольствием приветствую вас, юных поклонников науки. Ну, а теперь непосредственно к предмету нашего разговора. У меня есть много личных интересных воспоминаний, связанных с тем предметом, о котором я буду сегодня говорить. Первое воспоминание связано с замечательной книжкой, которую я вам советую всем найти и прочитать. «Прямые и кривые» авторы Васильев и Гутенмайев. Она вышла примерно 40 лет назад, и когда я был школьником, я ее с удовольствием читал. Так вот, в этой книжке я впервые прочитал такую популярную задачу, которую вы, наверное, тоже знаете. Представим себе, что к стене прислонена лестница. Вот таким вот образом. Опирается на пол, и верхним своим краем опирается в стену. Схематически изобразим эту ситуацию следующим образом. Горизонтальный отрезок – пол, вертикальный отрезок – стена. И вот прислонена лестница. Пусть в середине этой лестницы, середина традиционно обозначается буквой «М» – «миддл», «медиа». Находится, дальше будет шутливая такая фабула, котенок. Представим, что эта лестница начинает скользить. Это означает, что нижний край поехал вправо, по полу, а верхний край – по стене вниз. Ну вот, какое-то промежуточное положение. По какой траектории будет двигаться вот этот котенок? Здесь, допустим, сидит котенок. Ну, в жизни, конечно, у нас страх, наверное, сразу же спрыгнет. Поэтому перейдем к математической формулировке этой задачи. Значит, вот лестница скользит. Какую траекторию будет описывать середина этого отрезка? Вы знаете. Пожалуйста. Она похожа на ветвь параболы, только… Так, хорошо, спасибо. Ваше мнение? Ну, окружность – это потому, что вписаны углы… Совершенно верно. Вы дали правильный ответ. Вот эта точка М будет двигаться по окружности. Посмотрите-ка, вот на этот треугольник. Он меняется при движении лестницы. Гипотенуза остается постоянной. Длина гипотенуза постоянная. Но мы знаем, что в прямоугольном треугольнике медиа, проведенная гипотенузе, равна половине гипотенузы. Это следует из того факта, что вписанный угол, опирающийся на диаметр прямой, вот прямоугольный треугольник, и его описанная окружность, и тогда медиа равна радиусу. Видим, два радиуса составляют гипотенузу и третий радиус. Значит, получается следующее. При движении этой лестницы расстояние ОМ остается неизменным, постоянно. Значит, точка М будет двигаться по окружности. И опишет четверть окружности. Четверть окружности. Вы можете дома провести такой простой эксперимент. И я мог бы его тоже вот здесь на доске провести. Если я бы взял линейку или веревку какую-нибудь. Ну вот, постоянной длины. Прямой угол вы видите, да? Вот, прямой угол на доске. Потом беру этот отрезок и переношу в другое место. Ну вот, середины будут располагаться на окружности. Это можно проверить. Хорошо. Вернемся вот к этой лестнице. Значит, мы с вами установили сейчас, что при скольжении лестницы при скольжении лестницы середина этой лестницы будет описывать окружность. А если мы возьмем другую точку, отличную от середины, по какой траектории будет двигаться эта точка? Есть какие-то предположения? Давайте мы сейчас эту задачу решим и выясним, по какой траектории будет двигаться произвольная точка этой лестницы. Итак, математическая модель. Система координат x, y, естественным образом здесь вводится. Лестница. Это отрезок постоянной длины с концами на всех координатах. Некоторая точка. Давайте в память этой книжки я ее обозначу буквой k от слова котенок. Котенок здесь сидит. Рассмотрим два отрезка. n и v. Понятно, что это такое. Это нижняя часть лестницы или отрезка, а v это верхняя часть отрезка. Пусть точка k имеет координаты x, y. Положение лестницы можно определить, задав один единственный параметр. Может быть, вы предложите, каким способом можно задать положение лестницы или положение отрезка внутри этого угла. Как описать? Вот вы по телефону хотите сказать своему товарищу. Расположи лестницу, вот. Что вы ему скажете? Под углом. Задать угол. О, хорошо. Под углом. Да. Вот под углом горизонту. Ну, я сейчас хочу вот этот угол ввести. Угол отклонения лестницы от вертикали. И обозначу его буквой t. Буквой t. Тогда, глядя на этот простой очень рисунок, мы можем записать, что x равняется v, на что умножить? Видно? Скажите. Прямоугольный треугольник вы должны здесь увидеть? Синий ставить. Да. Так. x здесь, y здесь, x равняется из прямоугольного треугольника. v на синус t. Совершенно верно, спасибо. v на синус t. Вот, посмотрите. Верхний маленький прямоугольный треугольник. Мы катет горизонтальный. Выражаем через гипотенузу. Катет равен гипотенузе, умноженный на синус противолежащего угла. Соответственно, y v на косинус t. v на косинус t. Другие мнения? y. Так, отрезок y вы видите. величину y это координат точки k и одновременно длина вертикального... n на косинус t. Еще раз. n на косинус t. n на косинус t. Теперь давайте из этих двух уравнений, из этой системы, исключим параметр t. Значит, напишем некоторое выражение, формулу, в которой не будет переменной t. Кто-то, может быть, видит эту формулу? Диктуетесь. x квадрат делить на v квадрат на синус квадрат t. Спасибо. Хорошо. x... Все-все, уже я убедился, что контакт у нас есть с вами. x квадрат делить на v квадрат плюс y квадрат делить на n квадрат равняется... Так, смотрите. x делить на v это синус из первого уравнения. y делить на n это косинус из второго уравнения и сумма их квадратов дает единиц. Так, вот такое уравнение. Оно похоже на уравнение окружности. x квадрат плюс y квадрат равняется единице. Ну, мы видим, чем отличаются эти два уравнения. Здесь вместо x написали x делить на v, а вместо y у делить на n. Такая замена переменных. Какие преобразования графика задают? Вот здесь окружность. А вот это уравнение задает линию. она получается из окружности какими преобразованиями? Она... Пожалуйста, скажите. Ржатием или растяжением вдоль соответствующей оси. Не будем сейчас вдаваться в детали, когда здесь растяжение или ржатие. Скажем, что здесь получается эллипс. Эллипс Эллипс Это кривая задаваемая такими и получается из окружности. Значит, произвольная точка на этом отрезке движется по эллипсу. Между прочим, отсюда мы получаем способ такой механический приближённый способ вычерчивания эллипса, скажем, на доске. Можно взять произвольную линейку деревянную дырку В эту дырку вместо грифеля помещаем мел и потом эту линейку вот так вот начинаем двигать так, чтобы в конце линейки скользили по сторонам этого угла и тогда мел опишет эллипс. Представим себе, что трения здесь нет. Ни внизу на полу, ни сверху на стене. Трения нет. Что тогда будет происходить с лестницей? Да, лестница будет скользить и, в общем-то, упадёт. Давайте будем этому препятствовать. Мы хотим использовать лестницу, находящую в таком положении. Какие варианты, способы крепления лестницы вы можете предложить? Пожалуйста, подскажите, какие способы крепления этой лестницы вы можете предложить? Достаточно закрепить одну точку на стене на уровне и на полу. Так, совершенно верно. Можно здесь вбить гвоздь или два гвоздя там для симметрии или здесь, так сказать, как-то её привязать. Хорошо. Правильно. Совершенно верно. Итак, мы договорились с вами закрепить эту лестницу вот в некотором положении. Но я предложу другой способ крепления лестницы. Значит, символически, схематически вот здесь изображаем. Вот эта лестница. Будем удерживать лестницу в этом положении с помощью верёвки. Верёвка будет располагаться следующим образом. Один её конец вот здесь, а другой вот привяжем вот за... Вот такая лестница. Такая верёвка. Скажите, такая верёвка будет удерживать лестницу? Да. Потому что при скольжении лестницы вот правый нижний конец вяжется справа, а эта верёвка будет препятствовать. Хорошо. Задаю другой вопрос. А можно ли привязать эту... другую верёвку в другом месте? Вот так вот. Да. Зелёная верёвка будет удерживать? Не факт. Не факт. Если по 45... Ну, если как медиана, то они будут удерживать. Вот уже прозвучал хороший... хороший реп. Ответ на вопрос, удерживает ли эта верёвка лестницу или нет, зависит от точки крепления. И опять у вас появляется буква К. Раньше это была К от слова котёнок, а теперь К от слова крепления. И правильно было сказано, что если закрепить верёвку в середине этой лестницы, в точке М, то лестница будет скользить, верёвка будет сохранить постоянную длину. Значит, эта верёвка не удерживает. Так, давайте тогда подумаем. Выдвинем, может быть, гипотезу, предположение. Где нужно, где можно закрепить, где можно расположить точку крепления верёвки К, чтобы эта верёвка удерживала лестницу? Где? Безопасные точки крепления. Ниже середины. Да, возникает гипотеза ниже середины. Нет. Потому что сверху она тоже будет удерживаться. А вот здесь мы слышим другое суждение. Есть предположение, что можно и сверху закрепить. Ну, хорошо. Давайте проведём теперь... А это верёвка или... Это нерастяжимая верёвка. Ну, можно сказать, железная цепь. И так прозвучало два утверждения. Вот мы сейчас давайте посмотрим, что здесь происходит на самом деле, в действительности. Итак, мы уже с вами координаты точки координаты точки К нашли. Вот они. Давайте будем изучать теперь такую величину. ОК в квадрате. Это квадрат расстояния от точки К на лестнице до начала координаты. Если при падении лестницы это расстояние увеличивается, то верёвка удерживает лестницу? Или нет? Да. 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 Потому что верёвка нерастяжимая у нас. И если это расстояние увеличивается, то верёвка не даёт это. Итак, найдём эту величину. ОК в квадрате. Координаты у нас здесь есть. Подставляем. Получится. В квадрат синус квадрат Т плюс Н квадрат косинус квадрат Т. Так. Здесь у нас и синус и косинус. Вы, наверное, знаете из школы, что в подобных ситуациях полезно свести дело к рассмотрению одной функции, да? Давайте всё сведём к синусу. Тогда получится. В квадрате синус квадрат Т плюс Н квадрат единица минус синус квадрат Т. И получаем такую форму. ОК в квадрате синус квадрат Т. Допустим, что лестница падает. Лестница. Скажите, как при этом меняется величина угла Т? Величина. 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 Да, это верно. Всем очевидно, что Т, величина Т возрастает. Даже можно сказать, в каких границах Т возрастает, можно так сказать, от нуля до, когда лестница присвоена от нуля, и когда она упала, то Т сколько? П попала. Совершенно верно. П попала. Так. Если Т увеличивается, пробегая вот этот интервал или отрезок, это не важно, как ведет себя синус? Возрастает. Синус на интервале ноль и попала. Возрастает. Увеличивается. Значит, синус увеличивается, возрастает. Синус тоже возрастает. Значит, я так вот обозначу. Вот это вот синус квадрат вырастает. А как тогда ведет ОК в квадрате? ОК в квадрате возрастает. Это зависит от этого коэффициента? Каким должен быть этот коэффициент, чтобы это утверждение было верным? Положительным. Каким? Положительным. Да, положительным коэффициентом. Но это равносильно тому, что В больше Н. В больше Н. Вот это важный вывод уже. О чем мы говорим? Если Точка крепления такова, Что верхняя часть Больше нижней, То При движении лестницы При скальшении лестницы Величина ОК в квадрате возрастает. И тогда Привязав, Укрепив Эту лестницу Веревкой, закрепленной в точке К, Мы будем ее удерживать? Да. Да. Будем ее удерживать. Ну и соответственно, Если мы попытаемся Привязать веревку В верхней, На верхней половине лестницы, То эта веревка Нас не удержит. Значит, вот здесь Мы уже Замечаем Следующее. Ответ на вопрос Удерживает веревка Лестницу или не удерживает, Зависит от параметра. Зависит, скажем, Или от Длины нижней части, Или от длины верхней части, Но они взаимосвязаны здесь. Значит, При изменении Положения Точки крепления Лестница или находится В состоянии покоя, Удерживается, Или падает. Вот при переходе Через середину Меняется Функция Этой веревки. Если крепление Здесь, Ниже середины, Веревка удерживает. А если выше, То веревка не удерживает. Вот такое Значение параметра Называется Бифуркационным. Бифуркационным.